Привет, друзья! И сегодня воскресный день. Сейчас 3 часа дня. Я после служения, после церкви еду домой. И обзор последних новостей. Сейчас в нашем штате объявляют локдаун. Закрывают штат. И я понимаю, что это будет очень сложное время для многих. Особенно те, кто занимается небольшим бизнесом. Люди даже в прошлый раз не все получили деньги. Они стоят в очереди и говорят, что им объясняют, что денег типа не хватает. Ну, в общем, наш в третий раз избранный, законно избранный, хотелось бы верить, губернатор объявил о том, что все останавливается. И отгадайте с трех раз до какого числа останавливается до 14-го числа. То есть они останавливают почти на месяц до выборов. До закрытия выборов, до объявления президента. В общем, я рассматриваю это как политику. И поэтому прошу вас, вы сильно не расстраивайтесь. Единственное, что тот, кто имеет маленький бизнес, изучите этот вопрос и пишите письма. Заполняйте анкеты для получения каких-то грантов, каких-то пособий от государства. И давите как можно сильнее. Все-таки они злоупотребляют властью. И я, конечно, удивлен, что в третий раз выбрали нашего господина Инсли. Хотя при современных технологиях обмана, я помню выборы, когда у нас итальянец хотел пойти на губернатора. И там три раза пересчитывали туда-сюда голоса. И то он был, набирал большинство, то кто-то другой набирал больше. В общем, там не все чисто было. Мир меняется, нам в нем с вами жить. Поэтому надо учиться жить в современных условиях. И многие говорят о том, что мир уже не будет таким, как был. Остановить землю и сойти мы не сможем. Вот, поэтому нужно учиться жить так, как подсказывает нам время. У моего тестя есть хорошая белорусская поговорка. Он очень пожилой человек, ему уже за 80. И он говорил всегда так оптимистично, что по болоту мы научились ходить, по асфальту мы пойдем. Ну, я по-русски говорю, он, естественно, на своем местечковом это озвучивал. И это правда. Нам надо научиться жить в этом времени. В Писании написано, в Священном Писании, апостол Павел сказал, что я научился жить и в бедности, и в богатстве. То есть, и в хорошее, и в плохое время он научился жить. И нам точно так же, вместо того, чтобы роптать, возмущаться, убегать куда-то, никуда вы не убежите, ни на Аляску, и там достанут, ни до края земли, потому что и там достанут. А вот, чтобы правильно научиться жить в той стране, в той системе, в тех условиях, я вам рекомендую читать книгу Даниила. 12 глав, по 2 главы в день, с молитвой внимательно, и вы научитесь и поймете, как вести себя в тех обстоятельствах, в той системе, которая предоставляется нам. Конечно, кто-то может уехать, убежать куда-то, изменить какую-то обстановку, но не все. И сегодня я проповедовал на эту тему. К сожалению, запись у нас не получилось, и выставить не получится. Но хочу вам сказать, что Библия – это не только история, это не только философия, это не только пророческие книги, но это калька для нас, которую мы можем накладывать на наше время. Это образы написаны для будущих поколений, чтобы мы не были похотливыми на злое. Прочитав книгу Даниила, вы увидите, что Господь царствует, и без его ведома, без его контроля ничего не меняется. Он поднимает одних, других опускает. Он возвышает и он унижает. Поэтому нужно уподобиться Даниилу и тем трем его друзьям, которые очень правильно повели себя в своей жизни перед лицом Бога, и Бог был с ними. И прочитайте, пожалуйста, книгу Даниила, я вас настоятельно прошу. Не ради меня, а ради того, чтобы увидеть, что мудрый Соломон однажды сказал, под солнцем нет ничего нового. То, что было, то есть и то будет. И история повторяется. И вот эта аллегория, которую мы можем сегодня рассматривать, она в наше время. И нам придется проходить через сложные времена. И нам придется проходить через огненные печи. Нам придется проходить через различного рода долины. Но мы должны оказаться молодцами. Мы должны оказаться правильными людьми, которые не боятся обстоятельств. Бывают очень позитивны, бывают умны и побеждают вот эти все обстоятельства. Ну что ж, друзья, на следующую неделю хочу пожелать вам здоровья, успехов, благословений. Не болеть, конечно, заблюдать технику безопасности, потому что сейчас сезон вирусных заболеваний. И не только ковида, но и гриппов, простуд и так далее, и так далее. И не падайте духом, не опускайте руки и не ведитесь на все эти разводы. Благословений вам Божьих, успехов. До следующей встречи в эфире. Пока.